Всем привет, ребят! С вами Механик и сегодня новенькая серия Forza Horizon 4. Сегодня я расскажу вам, как получить вот эту уникальную BMW M3, которую просто-напросто нельзя купить в обычном магазине. Покрутим с вами виллспины и сделаем сумасшедший тюнинг. Ну а прежде чем все мы это начнем, в это видео попадают следующие крутые комментарии. Скорее ставь лайкосик и пиши свой мега крутой комментарий. Чем оригинальнее и интереснее комментарии, тем больше шансов попасть прямо в следующее видео в рубрику ТОП Комменты. Итак, начнем с самого интересного. Я думал, для многих будет интересно узнать, как же получить вот эту машину. Потому что, как вы знаете, в Forza Horizon 4 многие машины нельзя купить в магазине. И именно вот эта M3 для тех, кто в танке, это та самая M3, которая была в нашем любимом Most Wanted. Поэтому, когда я узнал, как ее получить, я просто офигел. Сейчас я заеду в магазин и покажу вам, что она просто-напросто не продается. Вот, смотрите, мы заходим в автосалон, смотреть все и ищем BMW. Где у нас BMW? Давайте, вот, BMW. Смотрите, это у нас M3, соответственно, то есть мы ищем M3. M3 у нас 2008 года, 92-й кузов. M3, 97-й кузов, это какой он там, 36-й кузов. И, соответственно, M3, 91-го года, это 30-й кузов. А эта же, которая у нас, это 46-й кузов. Это та самая легендарная бэха, которая просто сумасшедшая. Мне она очень нравится. Она едет здорово и выглядит просто потрясно. А эту игру и многие другие вы можете купить в моем магазине. Заходи по ссылочке в описании, тебя тут ждут много ключей и аккаунтов к разнообразным играм. Тем более, что сейчас у нас действуют новогодние скидки. Так что не упусти свой шанс. В общем, сегодня я расскажу вам, как ее получить. Но давайте для начала крутанем виллспинов. Специально накопил для того, чтобы сделать прямо такую бомбическую серию. Так, где они у нас здесь? Horizon Life и призовая игра. Давайте крутанем и посмотрим, что же получится. Возможно... Ух ты, 11 игр осталось. Вот это здорово. Сейчас мы что-нибудь обязательно с вами выбьем. И тогда уже можно будет спокойно двигаться дальше. 120. Вот это нормасик, нормасик. А то обычно какие-то шмотки падают. Нафиг вообще шмотки. Хочу тачки или деньги, на которые можно купить тачки. Вот это круто. Ух, ух, ух. Офигеть. Что-то прет сегодня, поперло, пацаны. Просто поперло. Скорее ставьте лайки, потому что прет нереально. 160. Ну блин, у меня уже есть такая Нос-Х, по-моему. Вроде была Нос-Х такая. Но я бы хотел лучше 160 или 190 денег. Но в принципе пока все идет очень удачно. Давай. Не-не-не-не-не-не. Ну нахрена мне эта розовая рубашка? Ну что-то пошло не так. Давайте попробуем еще крутануть. Очень быстро заканчиваются, как видите, вывел спины. Но ничего страшного, ничего страшного. Сейчас 120 ксов тоже неплохо. Там была, кстати, Шеви нова, но она у меня тоже уже есть. Поэтому ничего страшного, что она пролетела. Я даже особо и не расстроился. Опа! Импала Суперспор. Ну как видите, ничего суперредкого не выпадает. Если честно, моя цель это выбить одну тачку. И блин, она просто космическая тачка. Часы мне тоже не нужны. А сейчас проверка на реакцию. Успеешь ли ты подписаться за 3 секунды? 1, 2, 3. Успел? Красавчик! Так, сейчас посмотрим, что, что, может быть что-то, может быть что-то крутое выпадет. Давай, 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 160! Ну вот всегда так, согласитесь, всегда прокатывает что-то действительно крутое. И выпадает дерьмо всякое. Ну ничего, сейчас попробуем. Может быть у нас осталось, кстати, всего лишь 3. 3 велспина, поэтому 5000 это да, это отлично. Но хотелось бы что-нибудь поярче, что-нибудь крутое. Действительно офигительное. Но уже нет, ну только не майка. Блин! Я закрою глаза сейчас, я не буду видеть, что там вообще происходит. Просто закрыл глаза. Что? Что выпало? 250 кэсов! Вот это да! Техника с закрытыми глазами реально работает, слушайте. Ну что, давайте еще разок, последняя игра у нас осталась. Просто закрываю глаза. Вот так закрыл. И смотрим, что же там выпадет сейчас. Оп! Пятна. Ну такое себе, короче. Но зато, посмотрите, я 500, 500 тысяч поднял просто. Это офигительно. Ладно. Теперь самое время рассказать вам, как же получить такую машину. Смотрите. Мы открываем карту. И здесь есть вот такие вот интересные события. То есть, дрифт здесь есть как, как это, типа, ну соревнования, гонки дрифтовые, да? И есть такие спецучастки для дрифта. Один из них, кстати, находится прямо здесь. Прямо на площадке. Сейчас вам покажу его. Так, наверное, вот здесь, да, он находится. Вот, смотрите. То есть, вот она, дрифт-площадка. Вы дрифтуете, дрифтуете и прямо багажником врезаетесь в отбойник. Короче, смысл в том, что вы дрифтуете в этих участках. И тем самым открываете новые, новые гонки. Сейчас я плохо прошел, но атака у меня на три звезды пройдена. Открываете новые такие дрифт-участки. И проходя эти участки, вы прокачиваете левел своего дрифта. Его можно тоже посмотреть. Сейчас я посмотрю, где он находится и покажу его вам. Так, вот здесь он находится. Смотрите, то есть, мы пролистываем вот сюда. И вот у нас уровень. Дрифт-заезд это называется. Короче, как только вы получите восьмой уровень, восьмой уровень в дрифт-заездах, вам автоматом добавится вот эта машина прямо в ваш гараж. Это мега-крутая тема. Поэтому все, у кого есть Forza Horizon 4, может смело зарабатывать себе на эту тачку. Тем более, что это достаточно легко. Я потратил, наверное, не знаю, может быть час-полтора часа на то, чтобы с нуля просто прокачать до восьмого уровня. И получить себе эту тачку в гараж. Ну, а теперь самое время, чтобы эту тачку прокачать по полной программе. И я думаю, что мы сделаем из нее реально копию. Копию прямо той самой. Той самой М3, если это получится у нас. По крайней мере, я думаю, раскраски должны быть. Давайте с раскраски, кстати, начнем. Мне кажется, по-любому должны быть раскраски. Так, сразу новые дизайны. Наверняка должны быть... Да, да, прям сразу. Вот, смотрите, прям сразу. Может быть, еще варианты есть. Кстати, она же синяя была. Подождите, подождите, а какой вариант правильный? Вот этот или этот? Что-то я не понял. Что-то они разные какие-то, да? Но, наверное, вот этот плюс-минус больше похож. Потому что там, вы помните, графика была еще не очень крутая. И поэтому особо не было понятно, какая же, какая там тачка, какого цвета она. Серебристая или белая или серая. Здесь, потому что есть вообще хром-версия. Но хром это не то абсолютно. Хрома там точно не должно быть. Так, посмотрите. Я уже вижу, что есть подобный бампер. Это круто. Не знаю, насчет расширения есть оно или нет. Но давайте мы возьмем, наверное, вот этот вариант. Так как он изначально показался мне самым подходящим. Сейчас мы его бахнем и попробуем уже непосредственно найти подходящий тюнинг. Подходящий вариант. И посмотрим, что у нас из этого получится. Так, идем в тюнинг модификации, в мастерскую. И давайте смотреть. Начнем, я думаю, что с расширения. Да, есть какой-то пакет расширений. Что это у нас за пакет расширения? Это Рокет Банни, пацаны. Серьезно, Рокет Банни? Я прям надеялся, что будет именно то самое. Вот эти вот здоровенные, просто здоровенные арки такие торчащие. Передние крылья. Не, ну Рокет Банни, конечно, смотрится бодро. Но бампер-то совсем не тот. Бампер же не тот, ребята. Как так-то? Так не пойдет. Давайте посмотрим. Возможно, здесь что-то у нас имеется. Да, вот он. Вот тот самый бампер. Бампер, именно правильный бампер. Может быть, задняя лавка еще... У-у-у, задняя лавка тоже имеется. Так, а задний бампер... Блин, он не похож. Вы помните, там было кучу... Не знаю, как правильно. Или Роны это называется, или как, короче. Кучу хреновин, торчащих прямо из заднего бампера внизу. Здесь... А, кстати, а что-то тоже есть. Посмотрите, что-то есть. Так что ставим его. У нас нет порогов. У нас нету расширения, к сожалению. Но сейчас мы займемся подвеской. Я думаю, что это нормально. Так, внешние виды тоже добавят. Так, где у нас подвесочка? Подвесочка здесь. Естественно, мы не будем делать ее дрифтовую, потому что это нафиг не надо. Так, это дрифтовая? Нет. Значит, мы вот эту возьмем подвеску. Здесь уже внешний вид, посмотрите, уже реально смотрится бодро. Так, сделаем облегчение, чтобы она нормально ехала. Я думаю, что еще заедем на дрифт сегодня. На дрэк, вернее. На какой дрифт? На дрэк, конечно же. И попробуем. Кстати, а что у нас по моторам? Давайте посмотрим, что у нас по моторам. Серийный двигатель 2.6 на Твин Турбо. 4 литра V8. И 6.2. Так. Блин, ну V8 всегда бодро. Всегда бодро. Но я думаю, что мы оставим стоковый мотор. Возможно, только вот турбинку на него докинем, чтобы он чуть-чуть поинтереснее ехал. Ладно, давайте пока в стоке. Давайте пока оставим стоке. Что касается колес. Обязательно сейчас поменяем покрышки, потому что это вообще must have. Так, по бездорожью нет. Блин, какие же покрышки взять? Ну, для дрэка понятно, что вот эти типа пойдут круто. Но просто для езды, наверное, какие-то вот такие обычные лучше взять. Давайте возьмем с надписями. Плюс 25 к стилю, как говорится. Так, так как задний привод, то возьмем назад широченную резину. Вообще супер широченную. Так, и посмотрим, а можем ли мы сделать вот так. 21 катки. Но они, конечно, выглядят сверхздоровыми. Нет, ну это просто... Это изолента, пацаны. Нет, я думаю, что не надо, не надо делать этого. Выглядит не очень здорово. Оставим пока вот так. Хотя, если честно, мне кажется, диски можно подобрать и получше. Потому что выбор дисков здесь реально здоровый. И можно выбрать какие-то диски, которые действительно будут прям офигенно смотреться на этой тачке. Тем более, что вот, смотрите, всякие спицы. Ну просто шикарно. Ну просто шикарно сюда заходят. Может быть, что-то есть типа BBS. Ну вот эти тоже здорово смотрятся. Блин, ну ладно, ладно. Мы сделаем еще одну тачку на стиле. Эту мы оставим в вариге. В принципе, нормально смотрится. Давайте попробуем, как же она... Так, установить конфигурацию. Да, потратим немножечко денег. Давайте выйдем и посмотрим, как она валит сейчас. Я даже, наверное, включу ручную коробку. И посмотрим. Посмотрим, что она из себя вообще может представлять. Это бричка просто. Просто бричка. Уф, уф. Сзади две пары даже таких выхлопных труб. Две пары шотганов. Блин, ну она реально крутая. Ничего не могу с этим поделать. Она мне очень нравится. Вот именно этот кузов М3, он просто шикарный. Давайте съездим на самый ближайший дрэк. Это у нас вот здесь. И попробуем, как же она накажет. Она кого-нибудь или нет. Так. Одиночная игра. Что-то тут пооткрывалось сразу. Ну, в принципе, пофиг мне. Пускай открывается. Я хочу просто, просто нормально газануть. Вот именно... Эээээ, в смысле? Я не понял. Вы что, издеваетесь? В смысле? Я хочу на этой машине. Вы что, издеваетесь, что ли? Продолжить чемпионат. Нет. Ну, в смысле? Я просто хочу гамзануть. Ой, все. Поехали отсюда, ребят. Нам тут не рады. Вау! Не, ну, товарищи, давайте посмотрим, как она из салончика. Блин, салон шикарный. Звук шикарный. Может быть, кому-то не нравится, но у меня этот звук ассоциируется, знаете, с какими-то хондами втековыми. Такой он прямо очень-очень, очень насыщенный звук. Кстати, посмотрите, у нас на приборке даже, по-моему, передачи отображаются. Что-то тут засмотрелся на приборку. Вот третья, да? О, да, реально отображаются передачи на приборке. Очень здорово. Сейчас попробуем мы на тачке нормально так прохватить. Посмотрим, на что она способна. Это напоминает, что без особого тюнинга только облегчение. Плюс задние колеса широкие. Ну, для того, чтобы все-таки зацеп какой-то присутствовал. Так. Ну, в принципе, на средних скоростях до 200 она очень неплохо управляется. И тормоза у нее вполне себе адекватные. Так, ну-ка. Сейчас 200 разгоним. 200 имеется. Нормально идет. Посмотрите, сейчас попробуем заложить в поворот на 220 км в час. И все отлично получается. Вот здесь, конечно, крутой поворот, но... Справляется, справляется BMW. Все-таки умели делать, умели делать немцы. Не то, что сейчас. И тачка реально прям очень лютая. Блин, класс. Реально по кайфу, но такой гонять. Такое ощущение, что можно даже ничего не проходить. Просто-напросто гонять и все. Да, кстати, ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, если досмотрели до этого момента, кто вообще играет в Форзу. Ну, так, достаточно часто. Потому что я подумал, а может быть, нам сделать, типа, какую-то, вот я видел здесь, как команды, там, колонны, кланы, в общем. Какую-то такую фигню, чтобы мы могли вместе поиграть, допустим, на каком-нибудь стримчике. Или просто так вечерком зайти покатать. Напишите, если вам было бы интересно. Короче, пишите, там, я играю, типа, да, было бы круто. Или, там, я играю, нет, типа, нафиг надо. Вот такую тему пишите обязательно в комментариях. Блин, мы прям супер быстро сегодня все сделали. И рассказал и показал вам. Офигеть. Кстати, хотел еще небольшой такой, небольшой нюанс рассказать по поводу того, как же достать эту тачку. Куча дрифтов, вот этих дрифт-зон, они проходят по какому-то, типа, бездорожью, по грунтовым дорогам. И из-за этого их достаточно сложно проходить. Потому что, ну, обычная, типа, дрифтовая тачка, она не особо едет по грунту. Для этого рекомендую вам, возможно, даже что-то полноприводное брать, типа, субарика какого-нибудь. Они отлично ведут себя и в заносе, и в то же время за счет полного привода очень неплохи на всяких грунтах. То есть, пробуйте, подбирайте для себя. Какие-то гонки, возможно, ну, надо проходить, типа, там, на 2, на 3 звезды. Там прям, если кто не в курсе, смотрите. Для того, чтобы узнать, сколько очков, ну, то есть, какая звезда и сколько очков. Видите, здесь, так, ну, это не то. Где тут, где дрифта? Где дрифт? Вот, допустим, здесь. Зарабатываете, ну, например, 17500, это на 1 звезду, 70 на 2 и 125 на 3 звезды. Ну, 125, допустим, сложно, но 70 вполне можно сделать. Поэтому пробуйте, старайтесь. И я думаю, что теперь, после этого видео, каждый сможет заработать себе вот такую тачку, получить ее это. Надеюсь, что кому-нибудь было полезно. Ох, просто занесло. Но вы видите, насколько жесткий у нее контроль. Да, может быть, благодаря тому, что играю сейчас на новом руле, но, тем не менее, контроль у тачки просто космический. Ездить на ней одно удовольствие прям. Ну, очень приятно, наверное. Вообще, сотка даже не чувствуется. Вот, сотку едешь, вообще не чувствуется скорости в ней. Смотрите, 150. 150 просто в город заезжаем. Пофиг. Вообще, почти 200. Почти 200 по городу. Никаких проблем. Настолько кажется, что медленно едем. Даже страшно становится на секунду. Блин, офигеть. Вот эта тачка умели делать. Я просто реально... Ну, и фанат Most Wanted в том числе. Мне прям очень в свое время зашла эта игра. И в то же время, вот эта бэх, она прям... Прям сломала мой мозг и показала, что тачки могут быть реально очень крутыми. Вот эта тачка, она действительно одна из тех, которые запоминаются и попадают прямо тебе. Прямо в сердце. Я думаю, что будут выходить серии, в которых... В которых я... Блин, чё-чё-чё происходит? Ах! Всё разбил. Будут выходить серии, в которых я буду собирать... Ну, вот такие, типа, легендарные тачки. Мне кажется, это может быть интересно. Можете написать в комментариях, какую бы вы хотели тачку видеть следующую. Ну, из таких прямо, из супер-легендарных. Может быть, там что-то из Форсажа. Или из других фильмов. Или из игр. Короче, пишите. Если такая тачка есть, или её, возможно, как-то получить, я постараюсь её сделать. Ну, а на этом, наверное, будем заканчивать. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Пишите свой комментарий. Не забудьте подписаться на канал. Пока у меня перегрелись, тормоза и остывают. Всем пока!